16 октября в зале заседания администрации состоялось еженедельное собрание актива города. Собрание было начато с церемонии награждения начальника управления образования Руслана Ибрагимова. Это награда не мне, это награда нам всем за ту работу, которую мы все с вами делаем в системе образования. И те достижения, которые есть у нас в городе, это все здесь сидящие, не сидящие коллективы школ и других наших учреждений и ваши коллективы, которые поддерживают всегда. И мы в дальнейшем тоже будем стараться, чтобы эту марку собрали ради наших детей, ради подрастающего поколения. Все сделаем, чтобы было им в будущем, конечно, удобно, уютно. Далее благодарственным письмом Министерства молодежи Республики Дагестан за активную деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества был награжден заместитель глава администрации Исмаил Дадаев. Также за высокие достижения в Республиканской Олимпиаде по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся образовательных учреждений была отмечена ученица 17-й школы Мадина Долгатова и учитель общества знаний Майсарат Айсаева за подготовку призера к участию в Олимпиаде. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить, но особенно нашего наставника, замечательного человека и коллегу нашего, и начальника нашего управления образования Руслана Улановича. На самом деле этот человек заслуживает награды всех рангов. Он из нас, учителя города, сделал современных настоящих педагогов, не уступающих учителям Москвы, потому что вот эти инновационные технологии, которые он внедрил, сделал нас учителями на уровне всероссийских. Вам огромное спасибо, здоровья и дальнейших творческих успехов. Продолжение рабочего совещания. Был заслушан отчет за 9 месяцев в межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета. Информацию по данному направлению предоставил заместитель главы администрации Шамсудин Халитов. За 9 месяцев было проведено 24 заседания. Вроде бы структура этой комиссии сформирована, цель и задачи поставлены, дорожная карта составлена, рабочая группа есть. Но если есть работа, то должен быть, естественно, результат. Если результата нет, то это все получается у нас на бумаге. Три направления основные, которые бюджетная комиссия анализирует. Это сбор налоговых и налоговых доходов в бюджет города, это регализация информальной занятости, актуализация земельных участков и объектов капитального строения. При плановом задании за 9 месяцев 152 миллиона 46 тысяч, значит, вот этими совместными общими усилиями нами было достигнуто следующий показатель. 184 миллиона 725 тысяч рублей. Процентном отношении оно составляет 121,2%. Сослушав отчет, Зайнудин Акмазов обратил внимание на необходимость усилить меры по сборам налогов и постановке на учет лиц, занятых неформальной деятельностью. Мы в год, этот год прогнозируем, завершили где-то сбором по налогам и не налогам 254 миллиона. Ну, где-то 246 тысяч нам на этот год записали дотации тоже. Это дотации чисто на выравнивание бюджетной обеспеченности называется. Вот это в сумме составляет наш бюджет. Ну, кроме госстандарта, то, что идет на образование, около 540 миллионов. Вот это мы должны расписывать. А потенциал у нас большой. Вот этого нам недостаточно. Кроме того, что мы будем терять в следующем году 40 миллионов рублей из-за заряжения стоимости замены участков, это из-за долгов и прочей-прочей, нам придется немного экономить. В завершении глава города предоставил слово руководителям коммунального блока. По итогам всех выступлений были даны соответствующие поручения и сроки их исполнения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».